Доброго времени суток, торчащие дамы и господа, с вами Антоп и очередное видео, касающееся тематики Torchlight Infinite. Сегодня мы поговорим о полезных ресурсах для игры, да, сторонних, но, как и повелось с давних пор, именно энтузиасты, являясь ярыми поклонниками чего-либо, клепают самый качественный и полезный контент для своего хобби. Лично я увлечу торчлайтом и если данная тематика близка и вам, крайне рекомендую глянуть мой плейлист связанный с этой игрой. Со временем там можно будет найти кучу всего полезного, все ссылки как всегда в описании к видео. Torchlight, являясь ARPG, основное свое внимание концентрирует на персонажа игрока. Выбор класса, развитие деревьев, талантов, кастомизация умений и эквипа. Но несмотря на то, что торч уже шагнул дальше своего старшего брата и запилил в игру менюшку с ладдером, ошибки старшего совершать все еще продолжает. Hero Rankings дает далеко не полную картину того, как персонаж собран и уж нем более не отвечает соискателю о синергиях вещей, талантов и прочего использующегося в сборке. С этой проблемой, возможно, сможет помочь Torchlight Helper, единственный из сторонних ресурсов, известных мне, имеющий в своем функционале Char Builder. Интерфейс крайне прост и с его помощью можно легко накидать свою сборку для того, чтобы пошарить ее с кем-либо. Helper позволяет показать 5 активных навыков, 3 пассивных, выбрать нужного персонажа и его hero трейды, а также раскидать 3 дерева классов. То, собственно, чего внутри игровой интерфейс Hero Rankings не умеет. Также есть функционал по добавлению уникальных и крафтовых вещей в билд, а после того, как билд готов, его можно сохранить и пошарить соответствующей кнопкой сверху. Единственное, чего не хватает, как по мне, так это менюшки с комментариями, но думаю, что нюанс будет допилен в будущем. Полученную ссылку уже не стыдно показать друзьям или вынести какому-либо комьюнити на суд, например, нашему. Про свой Discord я уже говорил, а вот про то, что мы силами узкого круга людей пилим удобное место, в котором сконцентрировано очень много полезного для торчка — еще нет. Платформой был выбран Google Docs, так как изначально, без цели какого-либо дальнейшего развития, я пилил там таблички для подсчетов крит-шанса и касс-спида для своего билда. Далее народ попросил сделать билд-гайд на КВК нового, который я играл в то время, который удобнее всего было пошарить опять же в тех же Google Docs. Ну и в процессе появилась идея попытаться собрать все возможные билды и полезную инфу в одном месте для простоты поиска их интересующимися людьми со стримов. Короче, милости прошу пользоваться. Ссылка есть в описании. Не забываем, что для использования какого-либо интерактивного функционала необходимо сделать свою копию таблички. Текс, извиняюсь за почти даже не офф-топ, все-таки моя табличка является полезным ресурсом, правильно? Ну ладно, не будем отвлекаться. Помимо чар-билдера, Trotch Light Helper располагает небольшой датабазой, но более удачно с данным функционалом справляется другой ресурс, о котором мы поговорим чуть позже. Также тут можно пощелкать и накидать не уникальные вещи в симуляторе крафта. Однако, несмотря на то, что местный тул даже показывает шансы на хит того или иного стата, его функционал меркнет, по сравнению с другим ресурсом, связанным с сугубо крафтом, а именно TorchKit GG. Это аналог крафтов Exile для тех, кто шарит, а для тех, кто не шарит, я пытаюсь объяснить. TorchKit GG позволяет, во-первых, просто прикинуть ваш айтом мечты со всеми интересующими статами. Нужно это для тех, кто все еще не помнит или просто-напросто забыл, какие и где статы можно поймать. А во-вторых, точно покажет шанс прока следующего стата и приблизительно поможет оценить затраты ресурсов на крафт. Вторая вкладка Price Settings заполняется текущими ценами на рынке и, основываясь на них и шансе крафта, пытается прикинуть цену. Как и сайт, я хочу предупредить, что цены очень и очень приблизительные. Рандом он собственно и в тарчке, рандом не забывайте. В общем, крайне полезный ресурс для интересующихся крафтов. Не хочу намеренно растягивать хронометраж, видео сиди показывая, как тыкать кнопочки. Вы все классные и справитесь сами, правда ведь? Ну и последний сайт из сегодняшней подборки это tldb.com. Названием пытающийся замаскироваться под вики по факту ей не является. Беженцы из поя дружно узнали интерфейс всем знакомой по ADB. Очень важное замечание. Снизу сайта есть инфа о том, что текущая бд базируется на бета-версии игры и не была обновлена под официальный релиз. Очень надеюсь, что это поправят. Так как ресурс располагает большим количеством очень нужной инфы по поводу предметов. С помощью поиска можно найти интересующего сайта, глянуть на возможные роллы статов, источники его дропа, а самое главное на изменение статов после его карапта. Так как периодически они меняются настолько критически, что становятся билдообразующими. Страничка же навыков, а также саппортов, могут рассказать о том, на каком левеле тот или иной персонаж может получить их, где добыть дропом 21 левел данного гема и прикинуть скейлинг скиллов выше 20 левака. В принципе на ADB собрана вообще вся инфа за игру, правда местами не очень подробная, так что рекомендую поэкспериментировать самостоятельно. Это поможет сэкономить ваше время и поможет с более быстрым освоением игры, так как найденная самостоятельная инфа усваивается на порядок лучше. Еще раз повторюсь, что ссылки на все ресурсы можно будет найти в описании к видео, а также в разделе полезной инфы моей таблички. Там же будут появляться ссылки на подобного рода сайты и тулы в будущем. Отпишись в комментариях, если я не рассказал про какой-либо ресурс, а также просто для того, чтобы поддержать меня и помочь с продвижением видео. Мне очень важна ваша поддержка, как моральная, так и материальная, если таковая возможно. Ну и на этом будем прощаться. Не забывайте посещать мой дискорд для того, чтобы быть в курсе всей движухи, связанной с играми, стримами и так далее. Всего самого наилучшего, с вами был Антоп, пока!